Никаких пескоструев, никаких порошков. Это корч. Мы не доехали еще до трассы, у нас уже запах. Резины хорошие. На их все, на дизельном. Все в моем стиле. Ну, ёпту мать, но лень же это двинуть сиденье, да? Всем привет. Видите, что там висит? Там висит наш корч. А помните вот этот момент? Колодка ручника развалилась. Ой, не ручника, а основного тормоза. Видишь, впускание вырвало. И вот этот момент. Короче, все это кончает с тем, что нам нужны теперь вот такие штуки. Спереди у нас уже стоят такие тормоза. Мы их испытывали в прошлом году на трекдее. Я их грел тоже до красна, они выдержали, мне очень понравились тормоза. И пришел момент поставить назад. Назад поставить такие же диски. Соответственно, колодки будут тоже брэмбо. Я уверен тысячу процентов, что я вскипитил тормозную жидкость. Вот те моменты, которые только что видели. И решил попробовать вот такую жидкость. Видите, написано Rating Break Fluid. Якобы у нее, не якобы, а выше температура закипения и бла-бла-бла-бла закипания. Завтра мы идем тренироваться. Послезавтра у нас соревнования. Так что готовим быстренько тачку. Поехали. А еще, кстати, мы купили наконец-то 4 диска таких. Мы отдали их на покраску. Завтра обещали, что они будут готовы. Поставим их на соревнования на тачку. Посмотрим, что у нас получилось. Цвет не такой будет. Цвет будет цветной. Шикарная колодка. А потом я жалуюсь, что-то у меня ручник не очень. Ну, в смысле, гидролический ручник. Прикольно, слушай. Собака. Развалился у нас пыльник. Еще не заклинил, но вот-вот заклинит поршень. Видно его состояние. Внутри, конечно, он будет получше, чем здесь, но какой есть. Нужно поменять поршень, поменять пыльники с манжетами и поставить новые направляющие. Желательно сделать это с обоих сторон. Время, как всегда, вечер. Допчасти, соответственно, я не знал, что они нужны. Я их не заказал. Значит, мы сейчас снимаем суппорта. На каком у нас состоянии. Я их почищу, мы их заодно покрасим. Просто освежим, не будем сильно заморачиваться. Оставим их соком до завтра. И завтра я закажу детали, соберем суппорта. Сейчас я сделаю все по тормозам, кроме суппорта. Завтра это все дело дособерем и полетим на соревнование. На тренировку. Ой, извините, на тренировку. Снимаем суппорт. Будем менять оба ремкомплекта на обоих суппортах. Я хочу их подкрасить немножко. Желтый цвет. Вот эта поверхность после вот этого буртика должна быть вот такая зеркальная, как везде. То есть вот после этого буртика вот здесь ржавчины не должно быть. Если здесь есть ржавчина и подобная раковина, значит, он будет заклинивать. Он не будет корректно работать. Я когда ставил сюда суппорта 328-е, ну, под вентиляцию, потому что здесь в оригинале стоял такой же диск, но не вентилируемый. Я купил суппорта, я их снимал, смотрел, они выглядели неплохо. Я решил их не менять почему-то тогда. Вот третий год. Мои барнаутики любимые. Соревнования. Эта, кстати, еще машина зимой не ездит. Если ездить зимой, будет совсем жопа. Завтра поставим новый и будет у нас жопа будет тормозить лучше, чем перец. Третий год ремкомплекту оригинальному БМ-шному. Пуржиночки тут новые, все. Колодки вершняка не будем трогать, с ними все хорошо. Потом все поднастроим, чтобы все отлично работало. Отлично? Отлично. Корчим. Корч, корч, корч. Никаких пескоструев, никаких порошков. Это корч. Все в моем стиле. Ночью, покрышечки, гараж, пацаны. Все как всегда. Хорошо, когда есть такой автомобиль. Покрышечки можно возить без проблем. Застелил багажничек, сам его застелить. Оп. А там чистенько у нас. Видишь, ка нас тут беда. Как всегда, живет внутреннюю сторону. Покрышка у нас тут практически симметричная. Мы ее сейчас перевернем и поедем еще на ней. Как всегда, в чистой одежде. Все по феншру. Машина сажена и колеса домиком стоят. И развальных оригинальных болтов не хватает, чтобы выставить колеса прямо. Это сделано, это фишка БМ. Домик вот так ты стоишь. Тебе легко стоять и устойчиво на дороге. БМ так и делает колеса, чтобы машина хорошо управлялась поворот. Но для дрифта надо ставить специальные рычаги спортивные с регулировкой, чтобы колеса можно было вывернуть в ноль. Ну, в ноль-то тоже не надо. Приехали в комплектики на суппорта. Еще быстро собираем. Прокачиваю ратинговую тормозуху и валим тренироваться. А еще у нас нет покрышек. Нам через два чуть-чуть плюсик. Час и выезжать, а у нас нет покрышек. Игорь, я знаю, ты будешь это смотреть. Покрышки. Игорь, ты красавчик. Совет. Обязательно, когда ставите колодку, у вас колодочка должна ходить чуть-чуть вверх-вниз. Вот так вот. И свободно влево-право двигаться. Ни день, ни ножом, ничего закусывать. Потому что если вы покрасите суппорта порошковой краской, то, скорее всего, у вас заклинит колодка. Вы ее вставите, и она уже не будет двигаться. Тем самым у вас будет клинить тормоз. Обратите обязательно это внимание. Саша, расхерачил по всему полу, ну! Все, ратинговая тормозуха на месте. Даже чуть-чуть осталось. 100 грамм каких-то, 50. Сцепление я не стал качать. Там все в порядке. Работает. Там не греется так сильно. Ну, ёк-ту-мать, но лень же отодвинуть сиденье, да? Мне их буду рвать, блядь, все, покрышку портить, сиденье портить. А еще у нас беда. У нас на X-е оторвался демпфер, который на двигателе стоит. Дизельный SX, кто не знает. Там есть демпфер такой, который мешки крутит. Они им свойственно отрываться. Вот именно сейчас он и оторвался. Хорошо, если мы поспим вообще до завтра. Да все бы ничего, со временем жопа полная. Просто жопа полная. Но пока еще руль крутится кое-как. Зарядка не горит. Сейчас летим в гараж, меняем демпфер. У меня какой-то там валяется бушный. Новый уже не успеем заказать поставить. Ставим бушный демпфер и надо же видеть техничку нашу. Грюс оставили на шиномонтажке. Два колеса не нам сделают, пока нас нет. Остальные потом я загоню машину. Переобуют остальные покрышки. Блин, самое главное успеть у нас осталось. Полтора часа до тренировки. Нам ехать оттуда еще полчаса. Мы не доехали еще до трассы. У нас уже запах резины хороший. На X-е на дизельном. У меня все машины резины воняют, да? Мы успеваем, к сожалению, перебудь все колеса. Побули два колеса, нам сегодня этого хватило. Полетели, у нас очень мало времени. Через 50 минут уезжать на трассу, нам еще доехать надо. Все, бросаем как есть, летим. Вроде как нельзя будет машины рядом ставить, но все равно доедем, выгрузимся. Там решим. Поехали за мной. Мы все-таки успели на тренировку. Все супер, расставились, время хватило у нас. Сейчас начинаем первые заезды. Держите кулаки за нас. Многие вылетают. Видимо, владельцы трассы ругаются, что сваливаемся с бортика и вспахиваем боли. И вот Мера. Выкладывают покрышки. В покрышки уже не захочешь ехать, будет чуть подальше держаться. Итого ф Courbat Итого фронта Уважаемые заезды. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...